Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работает Сергей Уланов и Иша Киреева. И в начале выпуска коротко о главном. Желания много, заказов мало. Строительный комплекс региона накрыли заморозки. Как отогреть платежеспособный спрос и стоит ли уповать только на бюджетные подряды. Уроки экономики кризисного периода. Курнул, выпил в тюрьму или на принудительное лечение. Количество наркоманов и алкоголиков в регионе растет, при этом снижаясь. В чем хитрость медицинской арифметики. Ударим по коммунальной неустроенности крепкостью ветеранских мышц. Спортивная сбора пенсионеров формируется в поселке Диркул. Одноруйкие бандиты опять на большой дороге. Запрет игрового бизнеса пока не останавливает ни любителей легкой наживы, ни рабов большого азарта. Египетская борьба, вавилонский кулач и бой, и даже диковинный критский бокс. У этого спорта много родителей и почти нет правил. В чем сила, брат? Бойцы покажут. Семьям погибших при крушении вертолета выделят миллион тенге. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил безопасности движения. После трагедии проверят все воздушные суда санавиации. Напомним, вертолет компании «Аспан» потерпел крушение 27 января. По предварительным данным он столкнулся с радиомачтой. Как сообщил владелец компании, диспетчер предупреждал пилота о плохой видимости. В итоге вертолет не долетел до места посадки всего 2 километра. На месте крушения обнаружены тела всех пассажиров, в том числе и маленького ребенка, страдавшего лейкемией. В ОО «Аспан» отметили, что технически вертолет был исправен. Предполагается, что из-за снежных зарядов пилот не заметил радиомачту, которая была установлена на холме. Вертолет МД-600 Тент выполняет полеты по правилам визуального полета. Это не приборы, говорят эксперты. А бывший министр обороны предлагает не спешить с выводами. Видите, погода, я не знаю, как сейчас погода портится, может быть обледенение, может быть такое. Сейчас вот такие вот переходные периоды, вы знаете, зимние, осенне-весенние периоды, сложно для пилотирования, для погоды. И вы просто этот обледенение, видите, какая зима, ненормальная, поэтому будем смотреть. Этот рейс был связан со спасением ребенка. Мать с больным малышом борт санавиации должен был перевезти в областную больницу. Пассажиров необходимо было доставить из Ушарала в Талдыкурган. На борту вертолета находились пилот, врач, фельдшер, мать и ее ребенок. Двухмесячный малыш нуждался в госпитализации. У ребенка было давление. Вертолет летел в гематологическое отделение Талдыкурганской области, потому что в районе нет специалиста такого уровня. Выводы делать рано, говорят эксперты. Вертолет исправен, пилот опытный. Но была пурга, поэтому предварительно склоняются к версии метеоусловий. Если нового вертолета, ну, вряд ли техника, погодные условия. Тем более, если же про спасение шло, посадка неподготовленная площадка всякая. Поэтому давайте расследуем, обвинять, допустим, тех, состав не ведет на состав, просто некорректно сейчас. Доля стройматериалов западно-казахстанского производства в общем объеме составляет лишь 60%. Хотелось бы больше, отмечают в управлении строительства. Но как расширить товарные позиции и, соответственно, увеличить нагрузку региональной промышленности, чиновники не знают. Местные фирмы не могут увеличить объемы производства, пока не получат гарантированный заказ. А он всецело зависит от государственного финансирования. Подробности в нашем материале. Двери, окна, пеноблоки, стеклопакеты, пенопласт. Еще недавно большую часть строительных материалов наш регион завозили из-за рубежа. Теперь ситуация изменилась. Открылись производства по изготовлению современных конструкций и комплектующих, что называется на любой вкус. Только успевай заказывай. Но строительные фирмы не спешат. Они ждут финансирования. Причем от государства. В этом году в отрасль будет ложено 1,8 миллиарда в тенге за счет программы Нурлыжов. Еще 2,5 миллиарда выделят из местного бюджета. Все зависит от выделения денежных средств. Допустим, если у нас есть готовые проекты, если, допустим, республика с республиканского или с местного бюджета или с других источников финансирования поддерживают, то, соответственно, производство будет востребовано. Руководитель компании по производству стройматериалов говорит, что мощности его предприятия загружены менее чем наполовину. А все из-за того, что местные компании имеют выбор – покупать отечественное или же взять товар за рубежом. В погоне за известным брендом зачастую растет стоимость конечного объекта. Хотелось бы, конечно, большего, но единственное, что сейчас строительство, особенно данный момент, практически, наверное, не производится. Поэтому в зимний период, а в летний период, да, там производительность больше есть, закупают больше. Сами сотрудники предприятий уверены, что их стройматериалы не уступают лучшим мировым аналогам. То, что делаем мы здесь, я остаюсь сам на сборке. За сборку я отвечаю. Почему я поставил себе сам окна? Потому что я их сам собирал. Получается, я их сам же еще и монтировал. И за это, например, за сборку я могу уже ответить конкретно, что она хорошая. Себе вы дома такие сделаете? По-любому. И потолки я тоже сам натягивал. В управлении строительства отметили, что проведут работу с подрядчиками, чтобы те отдавали предпочтение местным производителям стройматериалов. Роман Копняев, Айбулат ЖГПАР, Александр Грабарев, ТДК-42. В Западноказахстанской области на трассе республиканского значения Подстепная-Федоровка границы Российской Федерации установлено ограничение скорости движения до 70 км в час. Как сообщили в полицейском департаменте, данное решение принято по согласованию с управляющим автодорогами республиканского значения и предприятием РГП «Казахавтодор». Ограничение максимальной скорости действует для всех видов автотранспортных средств на аварийно-опасном участке от 2-го километра до 28-го километра, от поворота на аэропорт до станции ЯИК. Соответствующие дорожные знаки были установлены на данном участке автодороги. Напомним, что 17 января именно на трассе Уральск-Аксай произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Еще двое скончались в реанимации. На скользкой дороге лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Фольксваген Шаран». Прошла неделя с момента объявления о старте избирательной кампании в республиканский мажориз. Выдвижение кандидатов в депутаты началось 20 января. Но пока в обл. избиркоме претенденты на парламентские мандаты еще не появились. Не видно агитационного ажиотажа и в областном центре. Баннеры, плакаты и листовки, видимо, еще в печати. Между тем, с момента последних выборов контингент западно-казахстанских избирателей увеличился на 26 тысяч человек. Пришлось даже дополнительно создать 21 избирательный участок. Все новости выборного процесса в материале Романа Копняева. Областная избирательная комиссия начала свою работу в штатном режиме. Она будет функционировать ежедневно, без выходных. В печати уже появился перечень избирательных участков с указанными границами. Ведется уточнение списков избирателей. В прошлых выборах у нас был список 404 тысячи, сейчас 430 тысяч. 430 тысяч, 80 тысяч, увеличился где-то практически на 20 тысяч человек, увеличился список, который будет участвовать в выборах. Единственный вопрос сейчас, чтобы люди свое конституционное право использовали, пришли на выборы, не сидели дома. В обл. избиркоме опасаются не зря. Явка на президентской кампании была рекордной. А вот к выборам в депутаты Мажелиса и Маслехатов люди относятся гораздо прохладнее. К тому же нельзя сбрасывать со счетов кризисный период. Выборы, не знаю, они нужны, но чисто формально, чтобы людей как-то немножко поддержать, потому что они верили во что-то. А фактически все катится, куда непонятно. Особенно мы предприниматели это чувствуем. Продукты дорожают, вот это меня не устраивает. Отопление вот намного подорожало. Было 5 тысяч, сейчас 7 тысяч. Уже 1 февраля в обл. избиркоме состоится первый семинар по обучению руководителей избирательных комиссий. К этому сроку должны быть известны суммы, которые государство выделит на агитацию. 520 участковых комиссий, 520 участков есть у нас, 20 окружных комиссий, 170 районных городских комиссий и 30 областных окружных комиссий сейчас сегодня работают. В составе этих комиссий более 5 тысяч человек. Уже известно, что из 8 миллиардов тенге, которые государство выделит на проведение выборов, половина будет потрачена на выплату зарплаты членам избиркомов. В областной избирательной комиссии отмечают, что сейчас 430 тысяч западноказахстанцев смогут принять участие в выборах. На прошлых выборах, которые проходили 4 года назад, 70% западноказахстанцев успели отдать свой голос. Выборы состоятся 20 марта, так что у людей будет время подумать и определиться с выбором кандидатов и политических партий. Роман Копняев, Айбулат ЖГПАР, Александр Грабарев, ТДК-42. Добровольно и принудительно. Уральцы по-прежнему попадают на больничные койки по причине злоупотребления алкоголем и наркотическими препаратами. Кто-то осознав пагубность привычки, другие по решению суда. По области количество официально зарегистрированных любителей кайфа переваливает за 5 тысяч человек. При этом медики утверждают, что в сравнении с прошлогодними показателями кривая статистики ползет вниз. На самом ли деле страдающих стало меньше? И как пациенты решают поистине гамлетовский вопрос – пить или не пить? Попытались выяснить наши корреспонденты. Подобные беседы психологу Татьяне Коневец приходится проводить регулярно. В лечении людей от нарко- и алкозависимости необходим особый подход. Разговор ТЭТ-АТЭТ со специалистом зачастую помогает выявить причины, побудившие человека с головой уйти в дурман. Нельзя сказать, что у всех одна и та же причина. Они разнообразные могут, и неблагополучные какие-то семьи. Либо в какой-то произошедший случай уволили с работы человека, он не смог со стрессом справиться. Наиболее главное, что у человека нет достаточно силы воли справиться, найти в себе силы, самому побороться. И прибегают к психоактивным обществам. Им кажется, что это один из вариантов уйти от проблемы. В Уральском лечебно-профилактическом учреждении зависимые проходят принудительные лечения, чаще всего назначенные решением суда. По итогам 2015 года в регионе на учете стоит свыше 5000 зависящих от психоактивных веществ. Из них порядка тысячи человек – наркоманов. Особую настороженность у медиков вызывают участившиеся случаи употребления, ставших популярными в молодежной среде спайсов. Медики не отрицают. Умопомрачительная смесь продается и в Уральске. Хотя официально зарегистрированных больных пока нет. Как нет и эффективных методов лечения в зависимости от этого вещества. Конкретно по спайсам такого диагностики лечения пока нет. Я думаю, в перспективе, скорее всего, в этом году это все будет решаться. Эта проблема уже тревожит наши соседние республики и так далее. Скорее всего, не исключая того, что и у нас это употребляется. Мне кажется, решать вопрос, я думаю, это уже глобально на уровне Министерства здравоохранения. В областном наркологическом диспансере находится 19 больных, добровольно изъявивших желание пройти лечение. Кстати, осуществляется оно за счет бюджета. Хотя общее количество зависимых в регионе впечатляющие, наркологи отмечают, что в сравнении с прошлогодним показателем число алко- и наркоманов снизилось на 25%. Нет, меньше пить не стали. Многих попросту сняли с учета по причине отсутствия прописки и документов. Мы в 2015 году много сняли с пансерного учета, связи с отсутствием сведения больных. Они должны быть все прикреплены по месту жительства, поликлинику. В 2014 году у нас стояло на учете более 7 тысяч. Сейчас на сегодняшний день 5 тысяч 800. Таким образом, реальное количество зависимых и нуждающихся в лечении остается неизвестным. В тени по-прежнему находятся люди без определенного места жительства, которые зачастую и составляют тот самый костяк этой группы. Марина Горбук, Турин Десимбиев, Александр Грабырев, ТДК-42. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор лицам без определенного места жительства, обвиняемым в совершении двойного убийства. Из фабулы дела следует, что 30 сентября 2015 года Силкин, Габасов и Табачкова пригласили к себе в палатку, в которой они проживали пожилых людей. Супружескую пару, которую Табачкова давно знала, в ходе распития спиртного гость оскорбил свою знакомую. Силкин и Габасов, недолго думая, наказали обидчика. Они просто забили его до смерти, а супругу задушили, дабы не оставлять свидетеля, а тела закопали. В ходе судебного разбирательства вина Силкина и Габасова была доказана полностью, а вот Табачкову, похитившую, помимо прочего, у потерпевших ключи отдачи, выпустили из-под стражи. Как пояснил судья, все дело в том, что она является матерью Силкина. И согласно примечанию к статье 434 о недонесении преступления, человек, не донесший о совершении преступления, совершенных его близким, родственникам или супругам, может быть освобожден от ответственности. В зале суда далеко не все были согласны с таким решением суда. В связи с этим, по данной статье, ввиду отсутствия состава преступления, она была оправдана, но вместе с тем, с учетом совершенной кражи, ей назначено 3 года ограничения свободы с постановкой на учет службы в пробации города Уральска. Силкина и Габасова назначена по 18 лет лишения свободы исправить наколонию строгого режима. Своя рубашка ближе к телу, особенно если в этом теле здоровый дух. На отчетной встрече Акима города Уральска Алтая Кульгинова с населением пенсионер Владимир Недогреев из поселка Деркул попросил бесплатный абонемент в спортзал. И глава города ему не отказал, при этом назвав пожилого мужчину молодцом. Стоит отметить, что людей во время отчета мало интересовали успехи в строительстве, здравоохранении или культуре. Население волновали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, плохой работы пассажирского транспорта и отсутствие инженерных коммуникаций. Подробности далее. Абонемент фитнес – вот в чем вопрос. Заслуженный отдых наши пенсионеры намерены проводить в спортзале. На самом деле вопрос копеечный. Алтай Сидирович, официального обращения не было. Вот считай, что это официальное обращение. Мы обеими руками за, чтобы наши ветераны занимались в спортзале. Это очень радостно. Давайте поаплодируем на пенсионеры. Обеими руками за. Бесплатно. Кто задал этот вопрос, можно увидеть? Вас как зовут? Вы молодец. Все, разрешение вы имеете. Встреча градоначальника с жителями поселка Деркул состоялась в местном Доме культуры. Уже третий год этот населенный пункт входит в состав города. Но отчет перед его жителями – это дань уважения когда-то действующему административно-территориальному образованию. В этом году был отремонтирован мост, который связывает областной центр с поселком. А вообще за три года в городе отремонтировали 44 улицы более чем на 8,5 миллиардов тенге. Мы улучшили состояние наших дорог на 15%. Если мы говорим, что 49% нет асфальта, остальные 51%, одна треть почти она уже в негодном состоянии, асфальт в нехорошем виде. Благодаря этим средствам мы 43% от имеющегося асфальтного полотна улучшили. И эту работу мы будем продолжать. В Деркуле остро стоит вопрос с подведением коммуникации к новостройкам. 20 километров водопровода к ним уже проложены. Скоро доделают и остальные 20. Только под тепловым сетям мы должны еще 52% остаться изношенными. Тока тепловых сетей. 70% электричества изношены. Но из года в год планомерная пошаговая работа идет. Выделяются средства из бюджета. Еще выделяются средства по соглашению о раздельной продукции КПО. Также Деркульцев не устраивает работа ДЭП по уборке снега. Алтай Кульгинов дал задание дорожникам исправить ситуацию. Мы сделали вот те, кто интернетом пользуется, они знают в социальных сетях, диспетчерскую службу по WhatsApp, мессенджеру, по Инстаграму поставить. Там 17 тысяч людей нас смотрят. Для того, чтобы где не замечаем, где не успеваем, чтобы нам давали сигнал. Понимаете? Я вас услышал. Мы почистим. Завершающая отчетная встреча Акиму Города с населением состоится 13 февраля в здании партии Нур-Отан. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабрев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, сейчас мы представим вашему вниманию наиболее актуальные события этого дня в специальном видеообзоре. В районские пассажиры общественного транспорта подвергаются опасности из-за гололеда на дорогах. Сегодня практически все городские автобусные остановки и участки дорог, прилегающие к ним, находятся в состоянии полного обледенения. Сотрудники местной полицейской службы Теректинского РОВД задержали жительницу села Подстепное, укравшей у пенсионера 6 юбилейных медалей за трудовые успехи. Почти все услуги по субсидированию предприятий сельского хозяйства теперь доступны через ЦОНы и только 3 через портал электронного правительства. Сотрудники местной полицейской службы Департамента внутренних дел Западной Казахстанской области раскрыли два разбойных нападения. Налет на лице номер 5, где преступники связали сторожей, украли имущество и ограбление магазина в городе Аксай, где злоумышленники, угрожая ножом продавцу, похитили 100 тысяч тенге. Адвокаты блогеров Нарымбаева и Мембеталлина готовят апелляционную жалобу. 23 января общественный деятель Ермек Нарымбаев был приговорен к 3 годам лишения свободы, а политик Серегжан Мембеталлина к двум. 30 января в городском парке культуры и отдых в Уральске будет проведен массовый лыжный забег с участием представителей трудовых коллективов города, приуроченный к 25-летию независимости Республики Казахстан и посвященной поддержке спортсменов-участников 31-х летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Ограниченность удовольствия только увеличивает его ценность, говаривал Зигмунд Фрейд. С выходом закона о запрете игровых автоматов и казино во всех городах Казахстана были закрыты тысячи заведений, но количество поклонников легкой наживы не уменьшается, что в свою очередь позволяет многим, обходя законы, устанавливать игровые автоматы по всему городу. Так только за 2015 год Департаментом государственных доходов было изъято 76 лотерейных терминалов и 22 игровых автомата. Но сколько бы не закрывали точки по торговле азартом и не штрафовали их организаторов, количество разного рода заведений, предлагающих гражданам рискнуть деньгами ради заветного выигрыша, не уменьшается. На территории города Уральска проведены масштабные мероприятия, в ходе которых установлены факты организации незаконного игорного бизнеса посредством псевдолотерейных аппаратов. С начала прошлого года было изъято 76 лотерейных терминалов, 22 игровых автоматов, закрыто 51 нелегальное игорное заведение, из них 12 букмекерских контор, одно подпольное казино. Направлено в суд 10 уголовных дел, осуждено 8 лиц. Он родился в Варшаве, учился в Сарбоне, Гильдельберге и Петербурге, а закончил свою земную жизнь на Колыме, в лагерном пункте «Вторая речка». Сегодня исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося русского поэта Осипа Мангельштама. Поэт, прозаик и литературный критик оставил после себя богатейшее творческое наследие, которое, впрочем, более 20 лет было запрещено в Советском Союзе. Противоречивый и метущийся Миндельштам, автор эпиграммы против Сталина и Оды Емужа. В честь юбилейной даты во многих городах проходит День памяти его творчества. На одном из таких побывал и наш корреспондент. Кто сумеет заблевать твои врачи? Его жизнь была столь же противоречивой, как и его стихи. Примкнув к символистам, он посещал лекции Вячеслава Иванова. Увлекшись акмеистами, приятельствовал с Блоком. Гордился дружбой с Анной Ахматовой и Николаем Гумилёвым. Он восхищался революцией и ненавидел ее вождей. Осип Мангельштам стал великим русским поэтом, хотя родился в Варшаве, а учился в Париже. Он умер в ссылке в далеком 1938 году, оставив после себя не только поэтическое, но и богатейшее литературное наследие. В день его юбилея в Уральске был организован конкурс выразительного чтения произведения Осипа Мангельштама. Не спрашивай, ты знаешь, что мне жизнь безотчетна. И как ты называешь мой крепик, все равно дай руку мне, что страсти танцующие змеи и тайн твоих власти убийственный магнит. В соревновании приняло участие более 30 детей из 15 школ области и города. Это ученики лицеев, специализированные школы для слабовидящих, а также гимназий. Мы сами того не ожидая, даже были удивлены с коллегами, что такое большое количество участников, учащихся восьмых, девятых классов, что очень для нас интересно и важно. Дети, учащиеся, очень хорошо и интересно относятся к поэзии. Тройка призеров получат благодарственную грамоту и книгу с произведениями Осипа Мангельштама. Ну а автор лучшего стиха собственного сочинения удостоится ценного приза от организаторов. Я участвую на протяжении вот с восьмого, седьмого класса и занимала призовые места. И вот здесь, и здесь меня пригласили, и получается я участвую тут. Всем участникам я желаю только победы, чтобы они донесли каждую строку до всех зрителей. Большое количество участников еще раз показывает, что наша молодежь не перестала любить большую литературу. Возможно, среди них есть и те, кто сам когда-нибудь начнет писать. Рустам Ушарипов, Мохамбет Консултанов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Возрожденный древний олимпийский вид спорта – это не вопрос для любителей кроссвордов. Увлечение тысяч современных атлетов. По легенде, создателями панкратиона являются древнегреческие герои Тесей и Геракл. По утверждению Олимпиадора, чемпионом по панкратиону был знаменитый философ и писатель Платон, ученик Сократа и учитель Аристотеля. Сегодня это единоборство практически без всяких правил. Уже в ближайшую субботу в городе Самара состоится международный чемпионат по панкратиону. В нем примут участие более ста спортсменов из России и Казахстана. Наш корреспондент посетил спортивный зал и расскажет, как наши бойцы готовятся к турниру. В этом зале собрались сильнейшие бойцы. Среди них есть чемпионы Азии, Казахстана и мира. Подготовка к чемпионату идет полным ходом. Перед такими серьезными соревнованиями, отмечают спортсмены, тренировки усилились. Готовятся бойцы тщательно, изучают все плюсы и минусы своих соперников. Смотрят их бои в интернете и берут необходимое на заметку. Тренируются даже в выходные. На такие крупные соревнования готовимся два раза в день. То есть тренерский состав собираем конкретный. Кто лапы держит, кто функционалку, кто борьбу, кто ударную технику. Каждый по-разному работает, кому чего не достает. Подготовить казахстанских бойцов приехал президент федерации по панкратиону Сагандык Микеев. Их работой он остался доволен. Очень надеется, что спортсмены смогут достойно представить свою страну на чемпионате и одержать победу. Ведь именно такую цель ставят перед собой участники. Все зависит от ребят самих, как они будут внутри подготовлены. Психологически самое важное, чтобы ребята не сгорели. Это все-таки бои, профессиональные бои. Два раунда, с дополнительным еще раундом пять минут. Общая сложность может оказаться, что будет проходить где-то 15-20 минут схватка. Мы включаем туда минутные перерывы. Хотел бы поблагодарить Азамата Бекета за предоставленную возможность подготовку сборной команды в Западной Казахстанской области, в Уральске здесь, в этом зале. Амата Артикенова. О том, как прошел чемпионат в Самаре, мы расскажем в следующих выпусках новостей. А пока пожелаем нашим спортсменам удачи. Олег Великий, Нарлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Второй день в Уральске проходят традиционные соревнования по зимним видам президентского многоборья. На этот раз участие в них приняли рекордное количество спортсменов из восьми районов области и города Уральск. Лыжные забеги прошли в десяти возрастных группах на трех дистанциях. А в них принял участие и наш корреспондент. «Вставай на лыжи, здоровьем будешь не обижен». С этой крылатой фразой из популярной песни знаком каждый участник соревнования «От мала до велика». В первый день атлетам пришлось показать свои навыки по стрельбе из пневматического оружия. Сегодня продемонстрировать лыжную подготовку. «Очень обрадовала нас то, что в этом году как никогда приехало восемь районных команд, одна городская команда и выступает примерно около двухсот человек. Где-то на 70-80 женщин и остальные 120 примерно мужчин. У нас прекрасно подготовленная лыжная трасса». Снег в этом году выпал поздно, поэтому времени для тренировок у участников было немного, чем все остальные годы, отметила тренер по зимнему многоборью Елена Грицкевич. Однако это не помешало спортсменам выступить достойно. «Сегодня участникам предстоит преодолеть дистанцию на 2, 3 и 5 километра. Для тех, кто занимается лыжным спортом не первый год, это, конечно, не сложно. Вообще хотелось бы отметить, что изначально лыжи использовались для передвижения по глубокому снегу, в лесу, во время охоты или военных действий. А потом они полностью превратились в спортивный инвентарь». Владимир Одноколов занимается лыжным спортом еще со школьной скамьи. Он, кстати, сегодня самый старший участник соревнования. В 69 лет ему не составило труда преодолеть дистанцию в 2,5 километра. Когда-то ходил и на 50, признается ветеран. «Ну, дает оно любому человеку. Это чисто эмоциональное хорошее состояние. С чувством, как эйфории, что ли, будем так, если пахотно сказать. Не сравнить, конечно, меня с чемпионом мира и мерником, но, тем не менее, на вторых, на третьих призах всегда и думаю». Президентское многоборье пройдет в течение трех дней. Уже завтра женщин ждет отжимания, а мужчин – подтягивания на высокой перекладине. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что это и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Прогноз погоды на 29 января. В Уральске – минус 18, минус 6. Актау – минус 16, минус 4. В Актобе – минус 22, минус 10. Атырау – минус 7 ночью, ноль днем. Коксчитау – минус 17, минус 12. В Костанае – минус 24, минус 18 днем. В Казаларда – минус 4, минус 1. В Павлодаре – минус 22, минус 15. В Петропавловске – минус 22, минус 18. В Талдыкургане – минус 9, минус 6. Тарас – плюс 1, плюс 3. В Усть-Каменогорске – минус 24, минус 17. В Караганде – минус 13, минус 8. В Шенкенте – минус 3, минус 1. В Алматы – ноль, днем плюс 4. В столице республики Астане – минус 17, минус 12 днем. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин